Эй, первое правило Уолл-стрит. Никто, будь ты хоть грёбаный Уоррен Баффет или Джимми Баффет, никто не знает, пойдут ли акции вверх, вниз, вбок или кругами. Никто, и особенно брокеры. Это всё хумера. Знаешь, что такое хумера? Да, химера. То есть фантом. Да химера, хумера, хумер его поймёт, что это. Пыль в глаза. Этого ничего нет ни в природе, нигде. Это не материя. Этого нет в таблице Менделеева. Это грёбаные сказки. Понял? Я понял. Слушай дальше. Мы ни хрена не создаём. Мы ничего не строим. Нет. Значит, если твой клиент купил акцию за восемь, а теперь она шестнадцать, он, сука, доволен. Он хочет только обналичить, погасить, взять свои баблосики и домой. Не дай ему это сделать. Ясно. Иначе это будет реальность. Точно. Нет. Ты делаешь что? Ты рожаешь блестящую идею. Уникальную идею. Новые ситуации, новые акции. Чтобы вложить всю его прибыль и немножко сверху. И он будет вкладывать каждый раз. Потому что все они торчки. А потом ты снова это делаешь. И снова. И снова. И снова. Тем временем, он думает, что стал дохрена богатым. И он им стал. На бумаге. Абсолютно все, о чем разговаривают МакКонахи и Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл Стрит» – чистейшая правда. Правда, в которую большинство инвесторов отказывается верить, идя на поводу у своих эмоций. В этом видео есть две очень важные мысли. Во-первых, никто не знает, будут акции расти или падать. Да-да, и даже величайший в мире инвестор Уоррен Баффетт этого не знает. Конечно, у брокеров есть целая армия финансовых аналитиков, которые шепчут, анализируют, подсказывают им, когда нужно купить, когда продать, чтобы по-быстрому заработать. Однако, цены в прошлом не говорят нам ничего о ценах в будущем. И есть даже специальное, интересное, веселое определение «случайное блуждание» или «случайная прогулка». Экономисты этот термин позаимствовали у вполне себе серьезных математиков и физиков. И это обозначает то, что изменения на каждом шаге не зависят от предыдущих шагов и от времени. И раз никто не может предсказать, куда будут идти акции вверх или вниз, единственное разумное и стабильное решение, как зарабатывать, это диверсифицировать свои риски. Между разными странами, разными областями и классами активов. Это акции, облигации, золото, недвижимость. Более того, я вам скажу, что распределение активов в вашем портфеле играет существенную роль на 90%. И лишь 10% это то, что вы купили и когда это сделали. Второе. Брокер всегда зарабатывает деньги. Вы можете терять, ваши акции могут падать, но брокер берет комиссию абсолютно всегда. Именно поэтому брокер нужны постоянные операции. Да, он также заинтересован в росте ваших акций, потому что так вы мотивируетесь на то, чтобы вкладывать все больше и больше. А он, соответственно, будет вас подталкивать к новым операциям. Если цены растут, то ваше удовлетворение зашкаливает. А если цены падают, брокер говорит, ну ничего, это же, ну такое бывает, я вам, в принципе, ничего не гарантировал. Давайте продолжать искать другие интересные идеи. Но есть еще более жесткая история, это доверительное управление. То, когда вы полностью берете вашу котлету и отдаете ее брокеру. И он сам решает, как для вас заработать деньги. Это зачастую стоит не какие-то 0,3%, а целых 5%. И если вы инвестируете на долгие годы, то это составит львиную долю вашего дохода. Это, конечно, весьма себе печально. Слушай, а можешь еще такой какой-нибудь грязи про брокера рассказать? Да, кстати говоря. Например, брокер Тинькофф Инвестиции продвигает свои вечные портфели. На главной странице он говорит, я не буду взимать свою привычную комиссию 0,3%. Однако, мало кто из начинающих инвесторов знает, что брокер Тинькофф забирает целых 10% от вашего положительного результата. Более того, это происходит ежеквартально. Что это значит? В первом квартале вы заработали, он снял свою комиссию. Во втором квартале ваши акции просели. И он, конечно же, не будет вам возвращать комиссию прошлого месяца. Потому что брокер всегда зарабатывает. И более того, есть скрытые комиссии за использование депозитария, за управление и прочие расходы до 2,5%. Это просто шокирующие цифры. Нет, это не значит, что вам нужно отказаться от использования такого удобного приложения и от, собственно, упомянутого брокера. И тем более, от идеи инвестировать. Я лишь клоню к тому, чтобы вы вникали в вопрос и пытались составить ваш инвестиционный портфель самостоятельно. Ну или хотя бы обратились к услугам независимых финансовых консультантов. Ну что, давайте подводить итоги. Вот вам рецепт богатства. Диверсифицируйте ваши активы и держите их как можно дольше. Таким образом вы не будете каждый раз платить все новую и новую комиссию. Начать, например, можно с индексных фондов, такие как FXUS, в котором просто в одной частичке уже зашито больше 600 крупнейших американских компаний. Если с одними что-то будет не так, то вторые будут расти и увеличивать ваши активы. Так вы обеспечите себе безбедное будущее. С вами был Семен Кибала. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok